Привет! С вами Сойер и мы находимся по-прежнему в Италии. Сегодня замечательный зимний денек. Да, сейчас зима, 2 декабря, и вот в Италии такая замечательная погода. И поговорить я хочу сегодня об ошибках, которые я допустил, когда строил свою карьеру, и которые сегодня я бы, наверное, уже не стал допускать. Начать хочется с того, что я всегда думал, что у меня полно времени в запасе. То есть я учился в школе, в институте, я думал, потом пойду работать, но как-то все сложится, и у меня еще останется куча свободного времени на саморазвитие, на построение карьеры. На самом деле нет, времени нет, и с момента, как только вы научились читать и писать, нужно сразу стремиться к тому, чтобы максимально эффективно использовать имеющееся у вас время. Потому что когда вы вдруг в какой-то момент осознаете, что ваш ресурс ограничен, он стремительно идет к нулю, будет уже поздно. Нужно делать это заранее. Второй момент – это цели. Я всегда ставил, скажем так, выполнимые цели, никогда не старался их сделать выше, чем мне казалось, я могу. И это была ошибка. То есть цель, которая вам кажется легко выполнимой, или в принципе выполнимой, вы ее достигаете, и оказывается, что могли-то вы на самом деле большего. Поэтому желательно ставить цели чуть больше, чуть более сложные, чем вам кажется достижимой. И в этом смысле, если вы, допустим, задумали релокейт в Москву, то можно сразу попробовать релокейтнуться в другую страну. Вот об этом я говорю. То есть когда вы ставите цель, которая чуть-чуть выше ваших возможностей, тогда вы неминуемо подтянете свои возможности, и с большой долей вероятности достигнете цели. А даже если не достигнете, то результат все равно будет выше, чем достижение целей, которые вам кажутся простыми. В общем, не ставьте простых целей, ставьте сразу цели как можно более сложные. Третий момент – это имидж. То есть на самом деле, если вы исполнительный, если вы, скажем, хороший разработчик, но о вас никто не знает и никто не слышал, то это будет очень плохо играть на руку вам в построении карьеры. И в моем случае я действительно понял, что слишком много времени находился в тени. Нужно, во-первых, заботиться о своем имидже, во-вторых, нужно выходить на свет и разговаривать с людьми, общаться с людьми. Нужно участвовать в конференциях, выступать на конференциях, и это даст гораздо больше буст к вашему карьерному росту, чем просто вы будете качественно и хорошо выполнять свою работу, но никто вас не будет слышать и видеть. Далее идет как раз важный пункт – не быть незаменимым. Казалось бы, все стремятся к тому, чтобы быть таким работником, которого будут ценить, которого нельзя будет заменить, и это будет гарантировать карьерный рост. На самом деле нет. Если вы незаменимы на том участке работы, где находитесь, то вас оттуда никто никуда не подвинет. Будут расти ваши коллеги по работе, которые менее незаменимы, чем вы, и, собственно говоря, незаменимость привязывает вас к тому месту работы, которое у вас есть сейчас. Поэтому лучше всего не быть незаменимым, а быть открытым. И есть еще такая важная штука – стремитесь делиться знаниями. Чем больше вы стремитесь к тому, что ваши знания будут уходить между людьми, тем больше вы будете, соответственно, формировать положительный свой имидж, тем больше людей о вас будут знать. И более того, люди, которые делятся знаниями, всегда выглядят приятнее, интереснее, лучше, чем другие. И это в том числе помогает избавиться от незаменимости на вашем рабочем месте. И поверьте мне, если вы будете заниматься своим самообразованием, то то, что вы делитесь знаниями, никак не умолит ваши достоинства, а наоборот даст вам только большой плюс. Ну и последнее, самое важное – не бойтесь того, что риски ваши могут не сработать. То есть не бойтесь рисков. На самом деле, когда вы только стартуете первое свое место работы, только стартуете и ищете первое место работы, это самый важный этап. Нужно искать такое место работы, которое даст вам максимальное пространство для маневра. Потому что первая работа – это самая безрисковая работа. То есть когда вы будете работать где-то уже несколько лет, то уйти с этого места работы будет гораздо сложнее. И вот самая первая работа в этом плане, она абсолютно безрисковая. Вы либо найдете работу, либо останетесь при своих. И здесь нужно постараться найти хорошее место работы, где будет максимальный рост, где будут интересные сложные задачи, потому что без сложных задач вы профессионально расти будете очень медленно. Ну и, соответственно, и формировать имидж, и двигаться по карьере будет просто некуда. Поэтому лучше попытаться найти работу, где вы займете самую младшую строчку, и потом каждый год расти по карьере, чем найти работу, где вы через год достигнете максимума и будете думать, куда уходить. И это будет проблематично, потому что вы привыкнете к коллективу, к людям, особенно если у вас будет классный коллектив. Уходить из классного коллектива всегда тяжело, потому что с коллегами налаживаются хорошие дружеские отношения. И это как бы тяжело рвать. Поэтому самая первая работа и самые первые риски, они наименьшие, и их нужно использовать по максимуму. Вот эти вещи, которые я бы сейчас исправил в своей карьере, и рекомендую подумать вам о них, если вы еще только ищете свою первую работу или находитесь на стадии, когда занимаетесь образованием. В общем, подумайте и не допускайте моих ошибок. А с вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания.